Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Спрашиваете вы, собака это не чистое животное? Хороший очень вопрос, учитывая, что у нас существует такая традиция, что после того, как собака забежала в храм, его надо освящать, чуть ли не великое освящение, в монастырь стоят монахи, привратники не пускают собак. С уважением мы относимся к традициям, но то, что собака не чистое животное, это восточная традиция, традиция ислама, которая пришла к нам позже. И действительно, Восток считает собаку нечистым животным, удивительно по двум признакам, которые никак мы в собаку не вкладываем. Первое – это предательство, потому что собака за кусок мяса кого угодно продаст, так считает Восток. А второе и главное – это беспорядочность в половых связях. От этого такое пренебрежительное отношение к собаке на Востоке, которое потом уже, когда ислам победоносно начал шествовать по ранее христианским землям, перешло и к нам тоже. Мы с вами читали книгу «Деяния апостолов» и знаем, что нет ничего нечистого перед Богом. Мы живем не в Ветхом Завете, а в Новом, и у нас нет понятия нечистого животного. Поэтому, конечно, оставим эту традицию освящения и окропления водой храмов, в которых забегает собака, но это к сути вещей и действительно к делу не имеет никакого отношения. Другое дело, что собака приобрела такую несвойственную вообще ей важность в жизни людей и горожан особенно. То есть перестала быть функционалом, то есть охранником или ездовой собакой, или собакой-поводырем, или полицейской собакой. И стала развлечением. А там, где начинается перебор, там начинаются всякие крайности. Поэтому опытные духовники, я знаю некоторые старцы, очень к собакам относились негативно, потому что это всегда дополнительное обременение. И даже я знал, несмотря на то, что я достаточно, а нет, теперь уже не молодой, но все равно неопытный священник, знал семьи, которые распадались из-за собак. То есть собака могла быть последним, знаете, камнем преткновения. Потому что тебе надо гулять, ухаживать, зачем, кто завел, почему и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, держать собаку для развлечения, тем более в городских условиях, тем более большую или охотничью, то это мучение и для собаки, как правило, чаще всего и для семьи, и загрязнение огромное окружающей среды. Вот даже если мы убираем за своими питомцами, и так далее, и так далее. Поэтому подумайте много раз, прежде чем мучить себя и животное. И если заводите собаку, то заводите ее для той цели, для которой она была создана, или порода была ее выведена, а не просто для своего собственного удовольствия. Пожалуйста, пожалейте, вот тварь, пожалуйста, мы же все-таки христиане. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.